друзья всем привет серферы бездельники девианты продолжаем наши эфиры и наконец-то юрий рашкин у нас у нас уже несколько два раза переносились эфиры впервые мы с ним общаемся добрый вечер или добрый день доброе утро вас на добро утро приветствую вас юрий спасибо за приглашение и славу украине до героем слова ну посмотрите мы сейчас в украине очень озабоченная ситуация в штатах потом но я думаю что вы тоже в штатах озабоченная ситуация потому что я там общаюсь с различными своими друзьями коллегами просто своими знакомыми вижу что контекст выборов сша очень тревожные потому что очень многие люди не ждут ничего хорошего того что произойдет в ноябре и и после и как вы видите вот этот паралич который сейчас сложился вокруг украины в том числе и и по поводу границы и клинч в который вошли республиканцы и демократы подстрекаемые трампом значит ну не только трампом в принципе насколько он может разрешиться положительно для украины то есть видите ли вот вот эта ситуация которая сейчас есть когда джонсона там подгоняют уже даже республиканцы начали говорить давай 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 мы заходим на поле электоральных рисков я думаю что действительно заходят поскольку каждый голос будет важен на этих выборах украинцы и представители восточной европы они но в принципе тоже будут голосовать и это сотри тысяч миллионы человек если так посмотреть более широком контексте вы серьезно или вы так просто придуривайтесь ну вот я вот того я вот так размышляю вслух как вы как вы считаете нет надо учесть что русскоязычные обычно живут демократических штатах потому что им нравится льготы которые получают от демократов но они их очень ругают но оттуда не уезжают поэтому и голоса растворяются я говорю не только про русскоязычных я говорю про поляков жителей стран балтии то есть я говорю не не русскоязычных нет если люди говорят по-английски то они нам нормально размещают как правило у них не отравлены мозги русским языком ну дело что дело не в языке потому что это большая разница потому что именно дело в языке потому что когда люди говорят по-английски то они намного более резонны, они намного более спокойны, адекватны. Это очень интересно наблюдать. Продолжайте, пожалуйста. А какой процент вообще, вот, для говорить на английском языке среди русскоязычных? Не знаю, не общаюсь с ними. Да? Ну, хорошо. Как переводчик в работе. Поэтому, с моей точки зрения, профессионально не надо учить английский, просто нанимайте переводчика. Но реальность такова, что когда люди учат английский, они зарабатывают больше. Они перестают общаться с русскими, как правило, насколько это возможно. Но это другой разговор. Понимаете, давайте посмотрим на политику серьезными глазами. Что происходит в Соединенных Штатах? У нас сейчас просто разлагается Республиканская партия. Она такая дохлая лошадь, которая еще как-то так брыкается. Но понятно, что это дохлая лошадь, потому что когда мы смотрим на выборы, что является реальным критерием, знаете, как при продаже. У вас может быть любая цена, но вопрос в том, сколько платят, чтобы вас купить. Скажем, дом, если вы продаете, вы можете поставить любую цену. Но если цена нереальная, то не берут. И мы видим, что Республиканская партия сейчас проигрывает на выборах. Раз за разом. Только что они проиграли, у них выкинули оттуда конгрессмена, так вернули обратно демократа. И на чем избирался демократ? На эмиграции. Это стыд и позор для Республиканской партии, потому что они должны быть партией, которая стоит, защищает наши границы, закон и порядок. Потом выясняется, что проголосовать за то, чтобы закрыть границу, они не в состоянии. Поддержать закон и порядок, они не в состоянии. Они бьют полицейских флагами 6 января в Капитолии. И после этого говорят, что они за закон и порядок. Это лицемерие, которое, в общем-то, действительно идет от Трампа. Надо сказать, он играет невероятно важную роль. Потому что как бы экстремисты, расисты, фашисты есть везде. Но Трамп их пригласил к себе и сказал, «Ребята, как вы можете быть плохими, если вы так хорошо обо мне отзываетесь?» Вы представляете это мышление. Поэтому с точки зрения выборов ситуация сейчас шикарная. С точки зрения Украины – нет. Потому что мы видим, что спикер Джонсон, который может, ну как вам сказать, быть ужасным спикером, вот его смотрят и говорят, какой непрофессионал. Ну вот ставит законопроект или голосование что-то и проигрывает. Но это нужно быть полным, ну я не знаю кем, чтобы не считать голоса. Эта вот работа он свою выполняет ужасно. Но с другой стороны, им доволен Дональд Трамп. Поэтому у него работа, так сказать, гарантирована на данный момент. Единственное, что он может сделать, чтобы его скинули, это поставить помощь Украине на голосование. Тут Марджери Тейлор Грин уже обещала, что она его снимет. Поэтому он будет вот таким. И он сейчас топит за Трампа. Трамп решил, что если страна в огне и страна рушится в вот таком клинче, вот такой тупик, то это лучше для него. Но он такой же плохой бизнесмен, как и политик. И наоборот. Поэтому мы видим, что на выборах демократы реально выигрывают. И у республиканцев происходит какой-то невероятный бардак, который, ну в общем, просто страшно наблюдать, потому что Украина и наша национальная безопасность от этого зависит. Но тем не менее, Сенат собрался с силами и проголосовал за законопроект, чтобы продвинуть его в Палату представителей. Теперь посмотрим, что произойдет. Потому что, да, есть электоральная ответственность. Не от русскоязычных, которые живут в Америке. Боже упаси. Это было бы хорошо, если бы они перестали повально голосовать за Трампа. Но ответственность есть от американцев, которые смотрят новости, которые понимают, что Трамп это Путин, что Трамп это фашизм, что Трамп это предательство НАТО, предательство союзников. И республиканская партия, которая легла под Трампа, доказывает то, что это партия, у которой нет будущего у избирателей. Им год за годом говорят, вы когда-нибудь подумаете о том, чтобы поменять повестку на что-то, что привлекает избирателя? Они говорят, нет, мы будем просто бороться с правом людей голосовать. Интересная идея. Но вам не кажется, что в принципе в демократической партии тоже есть этот кризис, потому что, ну, странно, что на этих выборах два 80-летних человека ведут свои партии вперед. То есть по большому счету назрел такой показатель. Вы о возрасте хотите поговорить? Давайте поговорим о возрасте. Я думаю, что вы слишком стары. И я слишком стар. Надо нас менять на более молодых, красивых. Вот в Украине проголосовали за президента молодого красивого. Понимаете, я не думаю, что молодой и красивый это решение всех проблем. Ну, может быть, для каких-то ситуаций. Но когда дело доходит до, скажем, я не знаю, больницы, мы хотим, чтобы у нас был врач молодой и красивый или опытный. И, конечно, есть большая разница между насильником, фашистом, расистом, Трампом, который при этом не помнит ничего, сравнивает Ники Хейли с Нэнси Пелоси, потому что у него проблемы со всеми женщинами. И есть президент Байден, который смешал Мексику и Египет, но после этого продолжил, досказал всю ситуацию вроде бы правильно. То есть, он вроде понимает, что происходит, но путает слова, как и, в общем-то, у многих происходит. Но это, понимаете, как вам сказать, треп. Потому что демократы намного оказались резоннее эмоциональных таких взбудораженных республиканцев, которым просто заморочили голову. Мы видим, что осталась от этой партии, опять же, Ники Хейли, что с ней происходит. У нее 20-30% поддержки. Это вот рейгановские республиканцы. Это позор. А то, что Байдену сейчас 80-82, да хоть ему 800 лет, если он побил Трампа на выборах и он президент Соединенных Штатов, вопрос закрыт. Все. Понимаете, если у вас есть решение для вашей проблемы, то зачем вам менять ваше решение, потому что оно такое ну не свежее и не такое блестящее. Плюс это, ну абсолютно, как вам сказать, глупо, потому что Байден сейчас это самый опытный политик в мире. Это политик, у которого есть опыт в работе во время холодной войны. Вы представляете, как это ценно сейчас, когда мы воюем с Россией, ну как минимум на холодной войне. И противостоим и пытаемся защитить наших союзников. А одна из наших проблем то, что мы окружены людьми, которые ничего по этому поводу не знают. Они не знают, что такое война. Вот украинцы сейчас знают намного лучше людей во всем мире, что такое война и что это означает. в Соединенных Штатах этого практически нет, потому что армия у нас волонтерская, наемная, это прекрасно, они невероятно эффективны, я горжусь нашими мальчиками. Но это говорит о том, что у нас мало людей, которые понимают, что такое война. И когда дело доходит до политики, мы видим, что ветераны, ветеран есть Креншу, одноглазый такой конгрессмен, очень консервативный. Он был так взбудоражен, когда ему не дали проголосовать за законопроект о границе, об Украине, об Израиле, потому что Трамп сказал, нет, мне это нужно на выборах, вы эту проблему мне не решайте. Этот Креншо говорит, сколько я должен ненавидеть Украину, чтобы не проголосовать за собственную границу. Но у людей просто не складывается. Так что тот факт, что им обоим хороший возраст такой, но ситуация такая получилась. Трамп не должен был избираться. Он, как проигравший однажды президент, должен был покланяться и уйти со сцены. Но он не понимает, как эта система работает. Поэтому он себя таким образом ведет. Плюс у него единственный способ избежать тюрьмы это быть избранным президентом. Поэтому он будет избираться пожизненно, потому что его следующий срок будет пожизненно. То есть вот эти вот, условно говоря, дискуссии, которые, ну, в том числе в американской прессе есть, что может там появиться Мишель Обама в качестве кандидата в президенты, если по какой-то причине... Это старые сказки, знаете, это республиканские сказки, потому что Мишель Обама, а не политик. И люди все время путаются, потому что они думают, например, почему бы Блинкину не стать президентом? Он тоже не политик. Это что означает? У него нет какого-то права? Нет, у него нет всех права. Их это не интересует. Вот эта вот работа с избирателем, чтобы говорить с людьми вежливо и объяснять им, и проводить много встреч, и вести дела с другими политиками. Понимаете, это не для всех. Так же, как соцсети, не для всех. И поэтому Мишель Обама абсолютно не заинтересована в том, чтобы быть президентом. Она не политик, ее это не волнует. Так что вот хотелось бы определенно... Вот я очень рад нашей возможности сейчас даже кратко поговорить, потому что очень нужно понимаете, Андрей Андреевич Пьянковский замечательный человек с моей точки зрения, но я не уверен, насколько правильно он понимает американскую политику. И я даже не против в том смысле, что ну пожалуйста, он может размышлять, у него есть право говорить все, что он хочет. Это прекрасно. Но когда он говорит, что демократам нужно взять Ники Хейли себе в кандидаты, это, ну как вам сказать, да, это было бы весело, но этого никогда не произойдет, потому что Америка так не работает, и демократы не возьмут популярного республиканца себе в кандидаты, потому что у нас своих кандидатов дофига, если не дай бог что-то происходит, и нет ни Байдена, ни вице-президента. Поэтому это республиканские сказки, когда думают, что можно кого-то спустить на вертолете, кого-то назначить. Единственное, где это возможно теперь, это в республиканской партии, потому что ей правит Трамп. А вот этот фактор, условно говоря, молодых, молодых элит, я не знаю, можно ли их так назвать, ну, допустим, для демократического, для демократического лагеря Тейлорс Фифта является, ну, просто мега, мега, такой звездой, и это, я думаю, феномен, который выходит уже просто за рамки шоу-бизнеса, потому что, ну, по сути, она выступает... Видите, вы переставляете, вы переставляете составляющие, Стейлорс Фифт является невероятной звездой музыки в Америке и во всем мире. Да. Да, но она поддерживает демократические ценности, поэтому она не поддерживает Трампа. Извините, продолжайте, пожалуйста. Вы просто не дали мне закончить вопрос. И вот, мне кажется, что на этих выборах вот этот, проблемы, связанные с возрастом у Трампа и у Байдена, ну, потому что дискуссия же все-таки идет по поводу того, что почему ни та, ни другая партия не выдвинули более молодых, как бы там, да, она будет компенсировать... если бы этого, я уже объяснил, но если я не первых это объясняю, ну, хорошо, ну, окей, ну, правда, как Тейлорс Фифт и возраст, это очень интересно. Мне интересно, куда вы ведете? Я веду, я веду к тому, что, я думаю, что демократы будут использовать такие фигуры, как Тейлорс Фифт, которые имеют просто огромное влияние в силу, ну, в силу там известных причин, а республиканцы будут отвечать тоже, там, привлечением, не знаю, там, Рианы, там, еще вот какой, как каких-то таких фигур, и выборы будут... Вы понимаете, как это работает? Это опять наоборот. Эти люди хотят поддерживать этих политиков, политики их не... Как же ты? Это, ну, как, ну, это не отрицает это вас абсолютно ли отрицает от того, что я говорю. Я просто к чему веду, что, ну, такая, как бы, шоу-бизнес или усиление позиций шоу-бизнеса в американской политике, вот оно, ну, наверное, будет тем фактором, который будет приносить большую страсть в нее, да, вот на фоне и так большущих страстей, но это будет еще добавлять, как бы, вот оборотов таких, и клинч это усиливать. Знаете, если я вас правильно понял, Тейлор Свифт действительно привлекает людей к политике, к Джо Байдену, потому что, да, он пожилой, он не возбуждает, как молодой и красивый, и хорошо, что есть молодые и красивые, которые поддерживают Байдена, но нужно понимать, что не какой-то там Байден затягивает Тейлор Свифт, а Тейлор Свифт говорит, слушайте, я вот поддерживаю этого человека, у нее гигантская империя, она миллиардерша, я думаю, она реально богаче Трампа и намного более популярна. Так если она решила, что ей нравится Байден, Байдену повезло, и все, а это не Тейлор Свифт. Поэтому, если, да, есть угроза, это страх, страх республиканцев, что Тейлор Свифт может своей, ну, невероятной энергией перенести штат Флорида, который сейчас, ну, как мы знаем, там, десант исправит, это, ну, такая тухлая красная рыба, и, значит, сделать из него просто байденовский синий штат, потому что прямо перед выборами у нее там будет три концерта. Но это глупость, потому что Трамп фашист, и это то, что, как бы, влияет на ситуацию, а не то, что Тейлор Свифт. Но тот факт, что республиканцы в ужасе от Тейлор Свифт, очень развлекает, потому что она ихняя мечта, у них, как бы, штаны мокнут от нее, потому что она белая, красивая, талантливая, медь, женщина, вот, ну, это же вот, пожалуйста, и она за Джо Байдена, ну, как, у них, они не могут это понять, и поэтому у этих красных, красных шеях такая проблема с Тейлор Свифт, что она, как бы, предала их интересы, предала их, ну, белые, вы понимаете. Смотрите, вот это вот повышение такой ставок, очень серьезное во внутри американской политике, оно, в принципе, для Украины оставляет все меньше и меньше места. Вот как вы видите украинский вопрос в ходе, в ходе этих выборов? Я считаю, что украинский вопрос невероятно важен для Соединенных Штатов и сейчас является самым важным пунктом, который требует голосования немедленно в Палате представителей и спикеру Джонсону нужно перестать быть затычкой в жопе Трампа и поставить законопроект о помощи Украине на голосование срочно, потому что то, что он делает, это безответственно. А с точки зрения республиканцев, которые сейчас боятся упомянуть слово Украина, это позор, потому что Украина это то, что сейчас стоит между злом и цивилизацией, она защищает нас всех, нам нужно поддерживать Украину и к тому же это репутация США, которая стоит на кону, поэтому демократы и вообще все разумные люди, не будем говорить просто демократы, у нас 42% независимых, которые тоже требуют, чтобы проголосована сейчас помощь Украине, это невероятно важно, мы понимаем это, достаточно только послушать последнюю речь президента Байдена, которую я перевел и озвучил у себя на канале для Рашкин репорт для всех любопытных, президент Байден 110% за Украину, но у нас республиканская партия, которая сейчас контролирует агент Кремля, и это уже говорится открытым текстом США. Скажите, я понимаю, что вам сложно дать прогноз относительно того, получит Украина помощь или нет, потому что это не от вас зависит, но как вы видите, получит Украина или нет, какой наиболее вероятный сценарий, что прокатят нас, и соответственно придется ползти на европейских ресурсах, и плюс то, что штаты будут обеспечивать через союзника, вроде Кореи либо Япония, ну или возможно откроют доступ к этим российским деньгам, которые заморожены, или все-таки удастся переломать ту часть условно республиканской партии, которая в олдскульном режиме работает. Ситуация сейчас действительно очень сложная, потому что спикер Джонсон отказывается поставить на голосование, но у республиканцев невероятное большинство, у них всего лишь несколько голосов, которые если они потеряют, они теряют большинство. И есть решение процедурное, когда если 218 человек подписывает в Конгрессе, то это большинство, то тогда спикер должен поставить это на голосование в течение после 7 дней. У нас в нашем окружном собрании, где я, депутат окружного собрания округа Рок, штат Висконсин, тоже есть такая процедура, если вы предлагаете резолюцию, которую не хотят рассматривать в комитете, не выносят на голосование, то можно собрать подписи нескольких супервайзеров, одним из которых я являюсь, и вот тогда можно это поставить на голосование. Проблема в том, что у нас в собрании, это не партийное собрание, я являюсь членом демократической партии, но я не член, как у меня, после моего имени нет буквы там D или R, я не партийный, в этом позиции не партийные, а у республиканцев в Конгрессе очень партийная позиция, и они не могут найти даже те, которые сейчас говорят, что они на пенсию уходят, пока что не соглашаются проголосовать за Украину и против президента Трампа. Там идет серьезное физическое угрожение, надо отметить, потому что буквально вот сейчас Федору Маршал, глава наших маршалов, сказал, что невероятные сейчас физические угрозы возросли судьям, Трамп идет просто беззаконие, беспорядок, и американцы это видят и протестуют всеми возможными методами, то есть легально, то есть выборами, где они, республиканцы, проигрывают. Но Украине нужна помощь прямо сейчас, и вот эти все задержки и издержки, когда у республиканцев проснется совесть. Знаете, если смотреть на это политически, то просто смотришь на это, как говорит Джеймс Карвилл, великий политехнолог, который сказал, что когда ваш оппонент бежит с якорем к обрыву, не стойте у него на пути. Ну, и бежит человек уже к обрыву с якорем, отойдите. Поэтому с этой стороны, конечно, республиканцы творят себе просто зло и рубят сук, на котором сидят и дают демократу возможность выиграть выборы из-за вопроса о границе, по которому теперь это была большая слабость демократов и сила республиканцев, а теперь переметнулась, потому что теперь это сила демократов, а республиканцы не могут ничего сказать. Так что посмотрим. Но на данный момент Майк Джонсон продолжает быть спикером. Марджори Телла Грин обещала ему, что он потеряет позицию свою, если поставит вопрос о Украине на голосование. Но если будет этот discharge petition, когда соберут 218 голосов, то тогда это как бы не его вина. Он тут ничего не делал. Он тут ручки чисты, пожалуйста, это без меня сделали. Есть другие какие-то процедурные моменты, но нужно, чтобы было какое-то количество республиканцев за то, чтобы поддержать эту идею. Посмотрим, если в республиканской партии остались люди с хребтом. Последний вопрос, потому что я помню, что у вас следующий эфир. Значит, вопрос такой. Два года вот фактически скоро будет уже, как идет широкомасштабная война. Как в Штатах за это время модифицировалось отношение к войне и к Украине? Ну, наверное, вот именно в демократическом лагере вы лучше скажете, хотя, может быть, и про республиканцев тоже. Вот как, как мы видим, что социология показывает, что в республиканском уже четко больше половины, за то, чтобы выходить из войны. В демократическом лагере... Выходить из войны? В смысле, бросать Украину? Да, бросать Украину, да. В республиканском лагере такие тенденции. Я думаю, что под половину уже точно. Вы знаете, я вам скажу такую вещь. Я активно участвую в жизни своего города, общины, и моя знакомая организовала, когда было вторжение 24-го, пусть 24-го февраля 22-го года, концерт в помощи Украине. Она сделала футболки, которые она продолжала продавать в помощь Украине. Там, музыка за Украину. Все это было прекрасно. И в какой-то момент она перестала это делать так активно и публично, потому что она сказала вначале так хорошо найти тему, которая не партийная. Она нравится и республиканцам, и демократам. Это прекрасно. Украина, несправедливость, все так очевидно. Ура! Но со временем мы видим, как изменились взгляды республиканской партии, потому что Дональд Трамп, который всегда поддерживал Путина и говорил, какой он умный, не изменил свои точки зрения. И чем ближе мы сейчас идем к президентским выборам, чем официальней является возвращение этого Вальдеморта под названием Дональд Фредович Трамп, тем больше мы видим, что партия должна поддерживать то, что говорит Дональд Трамп. А Дональд Трамп всегда был против Украины. Есть масса возможностей. Почему? Это может быть от того, что он решил, что это Украина вмешивалась в выборы или потому, что он считает, что он винить Зеленского за то, что Трамп получил импичмент, первый импичмент из-за Украины. А возможно, потому что Байден поддерживает Украину, значит, Трамп не может ее поддерживать. Но чем ближе Трамп становится к своей республиканской номинации, которую он, возможно, может даже уже получить, ну, сидя за решеткой, потому что его первый суд, видимо, начнется 25 марта за то, что он не уплатил порно-звезде легальным образом. Но зато мы теперь знаем, что его член похож на маленький грибок. Не хотелось бы заканчивать на этой теме, но закончим, потому что у вас времени уже на исходе. Спасибо, что вы включились. И я думаю, что мы обязательно сделаем большую беседу вот по душам, там, когда у нас вместе совпадут звезды и кого-то еще из наших... Приглашайте, приглашайте. Спасибо огромное. вы своей избирательной компанией просто ворвались к нам сюда, и это чувствуется, насколько большая динамика и вот такая энергетика в ней. Спасибо. Пока. Спасибо. Спасибо.